Здравствуйте! В эфире служба новостей Волна. В студии работает Мария Угневенко. Сегодня в выпуске вы узнаете о таком. Окупационные власти прогнозировали основной приток отдыхающих к началу месяца. Сбылись ли ожидания? Керченские студенты два года платили деньги за учебу в липовом филиале вуза. Оказалось, что он не получил ни лицензию, ни аккредитацию. Как видят место Крыма и судьбу крымских татар, восточноевропейские правые силы. Они собрались в Киеве обсудить новый геополитический союз. Коммунальные шедевры по-симферопольски. Вместо Орд в Гагаринском парке установили объемные грузовые контейнеры. К началу июля оккупационные власти ожидали основной приток туристов. И вот в российских СМИ уже появились радостные статьи. Турпоток в Крыме на Кубань вдвое больше прогнозируемого. А в отелях эконом-класса в Сочи и в Крыму нехватка мест. Ну что же на самом деле происходит на крымских курортах? Крым возглавил рейтинг популярных российских курортов на лето, бодро рапортует глава Ростуризма Олег Сафонов агентству ТАСС. По состоянию на 10 июня количество отдохнувших уже превысило 1 миллион человек, что на 24% выше прошлогоднего уровня, заявляет он. Прогнозируемое число туристов за год 6 миллионов, продолжают твердить чиновники. Газета «Известия» тоже не отстает, сообщает читателям, мол, турпоток на курорты, расположенные в Крыму и Краснодарском крае, в этом сезоне превысил ожидаемые показатели в два раза. Игроки отрасли рассчитывали на 15-20% рост числа путешественников по сравнению с прошлогодними показателями, однако турпоток увеличился на 25-30%. Люди стали активно обращаться в туристические компании. Они, компании, говорят, что по сравнению с весной ситуация значительно улучшилась. И вообще, говорится в статье, загруженность отелей эконом-класса в Сочи и в Крыму стопроцентная. Только вот Ассоциация туроператоров России почему-то сообщает о том, что ряд отелей Крыма из-за недозагрузки предоставляет отдыхающим скидки в 20%. Правда, тут же уточняют, дескать, это не носит массовый характер. Больше всего, по данным Ассоциации, скидок в отелях на ЮБК, которые либо отказались от сотрудничества с туроператорами в этом году, либо переоценили спрос и подняли цены по сравнению с прошлым курортным сезоном. Самая большая загрузка на бюджетных объектах размещения. Туристы в основном поехали в Алушту, Ялту, Севастополь. По веб-камерам можно оценить их количество, например, в Алуште. И сравнить с количеством поселков, в том числе южнобережных. В соцсетях на эту тему гуляют вот такие фотожабы. Ну а пророссийские крымчане при этом пытаются доказывать пользователям интернета, что, мол, веб-камер в Крыму в реальном времени вообще нет, видео там, мол, двухлетней давности. Наверное, вскоре начнут рассказывать и о туристах-невидимках. Тем временем общественники обращают внимание на состояние пляжей. Так организация ЖКХ «Контроль РК» побывала на пляжах Малореченского и Рыбачьего. Сделали фото мусора и сливов. Это тихий ужас, бесстыдное свинство. Людей туда нельзя пускать. Такое чувство, что там нет местной власти. На пляжах ассорти из мусора, гальки, бутылок – все усыпано окурками. Сплошное безразличие и непрофессионализм. Видно, местные начальники ЖКХ там никогда не появлялись. Окупационные власти, в свою очередь, назвали перечень неготовых к сезону пляжей. Среди них называют, например, территорией Большой Ялты, пляжи Башмак, Боброво, Семизи и санатория Семашка. Всего в Крыму, по статистике оккупационной власти, открыты 75% крымских пляжей. Обманутые студенты. Два года керчане платили за обучение в несуществующем вузе. Выяснилось, что керченский филиал Сочинского института экономики и информационных технологий на самом деле не имеет лицензии и аккредитации. Студентов не принимают в порядке перевода ни в какие колледжи и вузы. Объясняю, что их документы, зачетные книжки и академсправки недействительны. Керченский филиал Сочинского института экономики и информационных технологий не имел лицензии на осуществление образовательной деятельности. Как передает КерчФМ, об этом 29 июня сообщили в прислужбе так называемой прокуратуры Крыма. По ее информации, проверка учреждений установила, что в приложении к лицензии, выданной институту, сведения о филиале в Керчи отсутствуют. Как сообщает сайт «Аргументы недели Керч», слухи о том, что у керченского филиала Сочинского вуза нет аккредитации, появились два месяца назад, после того, как в отношении директора филиала Вячеслава Останкова завели уголовное дело по подозрению в получении взятки. В 2015 и 2016 учебном году филиал предоставил образовательные услуги на платной основе 375 гражданам. Стоимость одного семестра в среднем составляла 15 тысяч рублей. Временно исполняющая обязанности ректора Сочинского института Надежда Вознюк в телефонном звонке рассказала журналистам КерчФМ, что за два года ни одной копейки из собранных псевдофилиалом денег Сочинский институт не получил. Ни одной копейки насчет Сочинского филиала не было получено. На какие счета они все переводили, мы, честно говоря, поэтому, знаете, мы люди, честно говоря, нам тоже люди очень жалко. Но вот эти махинации, они, к сожалению, привели к такому полученному результату. На следующий день после сообщения пресс-службы так называемой прокуратуры Крыма керченских студентов псевдофилиала Сочинского института деканат обязал написать заявление об отчислении по собственному желанию в обмен на справку об обучении. Одна из студенток обратила внимание на то, что на документе стоит подпись декана, которая на данный момент уже не работает в филиале. К тому же на документе стоит мокрая печать РФ Краснодарский край, город-курорт Сочи. Я не знаю, чья это печать. Может, это уже третий или четвертый дубликат этой печати. Поэтому в легитимности этой справки у предмета, да, действительно, такое было. Числа проставлены, оценки тоже. А в легитимности вот этой печати, которая стоит мокрой, я не знаю. Она наша, не наша. Документ правильный, неправильный, поэтому будем дальше обращаться в суд. Другая студентка рассказала, что в справке указано, студенты отчислены приказом от 08.02.2016 года. Но в приказе нет фамилий студентов. По ее словам, оказалось, что и в приказе о поступлении их фамилий тоже нет. Студентов официально даже не зачислили. Когда нам выдали вот эту справку, мы расписались в журнале. Я уже когда вышла с деканата, передо мной эта таблица, и моя фамилия, три пустых графа, не моя роспись. Я вернулась и говорю, подождите, дайте, пожалуйста, я журнал еще раз посмотрю. Я поняла, что я где-то расписалась, но пустые графы. Дата выдачи пусто. Приказ об отчислении пусто. Я написала. Дата выдачи 30 июня 2016 года. Так называемая прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Мошенничество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Форум геополитической альтернативы Интермариум собрал в Киеве представителей правых сил Украины, Польши и других стран Балто-Черноморского региона. По замыслу организаторов этот проект должен объединить восточноевропейские страны между двумя морями для противостояния определенным аспектам политики Евросоюза и угрозам военной экспансии со стороны России. Черноморка поинтересовалась планами Интермариума относительно будущего Крыма. Кризис Евросоюза и военная агрессия России должны родить новое геополитическое объединение Интермариум, заявляют организаторы Международного форума Балто-Черноморский союз. Межгосударственное объединение, в которое может войти 14 стран Балто-Черноморского региона, должно эффективно противостоять вызовам, с которыми не справляется ЕС. Это российская военная агрессия, миграция, исламизм, деградационное искусство и вымирание европейцев, уверены организаторы конференции, представители правых сил разных стран. Один из пунктов программы Интермариума поддержка развития самобытных культур народов Балто-Черноморского региона. В этом контексте докладчик форума, заместитель главы гражданского корпуса Азов Николай Кравченко, выразил поддержку крымско-татарскому народу и подчеркнул, что Крым станет частью нового союза. Крым является невероятной частью Украины и в принципе у состава Украины он должен быть в союзе интермариуме. Однозначно мы будем сприяти на загальних засадах развития крымско-татарской культуры. Это справа передусім крымских татар. Я, как представитель украинцев, могу говорить про развитие украинской культуры. Нам потребны для развития крымско-татарской культуры представители крымских татар. Пока что в инициативной группе у нас крымско-татарской делегации на разе нет. Также Кравченко отметил, что борьба с исламизмом, как пункт программы интермариума, ни в коем случае не должен подразумевать дискриминацию носителей мусульманской культуры, как это происходит в России. Организаторы форума подчеркивают, что центральная миссия интермариума это международная безопасность и тесное военное сотрудничество, способное сопротивляться ядерному шантажу со стороны России. По их мнению, интермариум должен объединить Украину, Беларусь, Польшу, Чехию, Словакию, Словению, Хорватию, Болгарию, а также Румынию, Молдову, Венгрию, Литву, Латвию и Эстонию. На этом авторы проекта останавливаться не будут. В их планах пригласить в союз и скандинавские страны. Каким образом воплотить эту идею в жизнь, организаторы форума еще не решили. И снова бьют все рекорды креатива по обустройству города, так называемые власти Симферополя. Они очень своеобразно подошли к решению проблемы с мусором в Гагаринском парке столицы. Вместо того, чтобы установить на все его территории урны, они выставили грузовые мусорные контейнеры. Емкости объемом 8 кубических метров принадлежали компании «Экоград». Это бывший чистый город. Судя по количеству мусора в контейнерах, установили их недавно. С какой частотой будут вывозить отходы из огромных емкостей, пока не ясно. А пока они не заполнились, у симферопольцев есть еще время оценить красоту и практичность этой идеи. Это были все новости нашего выпуска. Больше информации ищите на сайте канала BlackCityV. А я желаю вам хорошего вечера. Не переключайте канал. КОНЕЦ